КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙ КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙ КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙ КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙ А также ты узнаешь историю происхождения разного рода устройств, узнаешь из чего и как делаются камеры видеонаблюдения, узнаешь как можно стримить на YouTube без компа и что самое главное как научиться находить решения от самих производителей, а не от очередных перекупщиков. На этом канале вы не увидите рекламы торгашей, реферальных ссылок на Алиэкспресс и другого рекламного мусора, а это значит, что вас ждет только личное и непредвзятое мнение профессионала, которое будет полезно всем, кто намерен знать в сфере IT чуточку больше, чем рядовой потребитель. Незамедлительно переходите и подписывайтесь и конечно же передавайте автору от меня пламенный жирный привитосик. Время узнать что-то новое и полезное. Ссылка в описании. Итак, в прошлом видео, где упоминалось побелка, зашел разговор о том, что изначально побелка пошла со времен Великой Отечественной войны. В период вражеских бомбежек городов технике приходилось передвигаться по ночам в кромешной тьме. Нельзя было включать свет, нельзя было освещать дороги и в общем-то приходилось передвигаться в чистой темноте. Разумеется, чтобы у водителя был хоть какой-то ориентир, было решено белить деревья вдоль дороги. В кромешной тьме ярко выбеленное дерево являлось ориентиром для механиков водителя и таким образом они могли передвигаться по ночному городу, не включая никаких средств освещения. Годы прошли, война, слава богу, закончилась, ну а привычка белить деревья осталась и на маёвку в советское время все благополучно этим и занимались. Звучит логично и понятно, однако я не учел одного факта. У всей этой истории с побелкой есть обратная, садовая сторона. И это на самом деле было большое мое упущение, потому что не упомянув садовую сторону этого белильного вопроса, я породил огромное количество недовольных комментариев. Типа жирный, ну ты совсем тупой, изучаем отчасть. Деревья нужно белить, потому что если их не белить, то они погибнут. И вот пришло время разобраться, почему же они погибнут и почему так важно их белить. Давайте теперь пройдемся и по садовой части. Вообще, если вы спросите любого дачника-садовода о побелке, то он сразу вам скажет, что известью белят только молодые и тонкокорые породы дерева, такие как вишня, яблонька, груша и так далее. У молодых саженцев и у деревьев с тонкой корой по весне есть риск получить солнечные ожоги, поэтому заботливые огородники белят известью стволы молодых деревьев, чтобы белый цвет отражал солнечные лучи. Да, действительно, если не белить молодые и тонкокорые деревья, они и вправду получат ожоги и даже могут из-за этого погибнуть. Слышал также, что побелка спасает и от заморозков и так далее и тому подобное. В общем, из всего этого усвоить стоит лишь одно. Побелка уместна только с молодыми деревьями, имеющими тонкую кору. Но если мы посмотрим на наши города, улицы, дворы или шоссе, мы увидим совсем другую иную картину. Гигантский тополь с толстенной корой выбелен известью и прочие другие деревья, которым не страшны ни весенние солнечные лучи, ни какие-либо морозы, все равно побелены. Хотя дерево, у которого кора достигает 5 сантиметров в толщину, там не то что солнечный ожог, там прямой огонь не всегда до ствола сможет добраться. Поэтому этот любимый всеми аргумент в защиту побелки деревьев на улице, мол, типа они там от чего-то защищают, абсолютно несостоятелен. Взрослые 20-летние деревья прекрасно способны защитить себя сами. Белить их все равно, что бойцу UFC нанимать охрану на случай, если на него нападут малолетние гопники. А те молодые деревья, которые высаживают в городе, уже также не нуждаются в известковой защите. Потому как чаще всего они уже прошли ту фазу формирования ствола, когда этот ствол что-нибудь могло повредить. Но если с солнечными ожогами теперь все понятно, надеюсь это был исчерпывающий ответ, то что насчет паразитов? Многие писали, что деревья белят еще для того, чтобы защитить их от разного рода жуков, мошек, гусениц, муравьев и прочих обитателей фауны, которые могут загубить дерево. Да, идея гуманна и казалось бы логично, только вот паразитов побелка не спасает от слова совсем. Сейчас на дворе лето и вы можете в этом убедиться лично сами. Выйдите во двор, найдите любое побеленное дерево и повнимательнее присмотритесь к ее стволу. Вы там увидите и муравьев, и жуков, и гусениц, и божьих коровок, в общем все что только можно. И вся эта живность будет благополучно ползать по той самой извести. Насекомым глубоко насрать, в какой цвет выбелено дерево и чем оно выбелено. Если им нужно проползти по стволу, они это благополучно сделают и никакая известь их просто не остановит. Те, кто подписан на мой инстаграм, возможно видели, в прошлом году я выкладывал такие посты, где фоткал деревья, которые побелены, но при этом их полностью сожрало тля. У меня во дворе стоит такое дерево, шикарный гигантский клен, который бабки любезно постоянно белят в белой известью, но тем не менее, каждый год этот клен сжирает тля. Так вопрос, от кого тогда вы защищаете дерево, если тля все равно дерево жрет? И вот получается, что ни от паразитов, ни от ожогов, ни от морозов, ни от чего-либо еще побелка деревья уберечь не в состоянии. Вопрос, нахрена тогда вообще это все белят? Об этом, пожалуй, чуть позже. Лучше продолжим тему того, что дерево без побелки может погибнуть. Типа побелка помогает дереву безопасно жить. Что ж, давайте на наглядных примерах посмотрим, как живут деревья, которые не побелены. Просто подумайте, как деревья растут в лесах, в деревнях, также можно посмотреть на другие страны, практически вся Европа, Соединенные Штаты, ближнее зарубежье. Много в каких странах обычая белить деревья попросту нет, но тем не менее, деревья там растут, не сохнут, не падают, никто их не ест и не сжет. Да, в цивилизованных странах деревья опрыскивают безопасным для человека раствором, но тем не менее, белить их никто не собирается, но хуже они от этого не растут. Кроме того, стоит отметить, что ничего красивого в побеленных деревьях нет и не было. Это выглядит убого и, как правило, только портит внешний вид улиц. А учитывая, как коммунальщики порой выполняют свою работу, так и вовсе кажется, что деревья в чем-то провинились перед людьми. Но даже если бы деревья нуждались в побелке, объясните ко мне, дорогие и уважаемые коммунальщики, нахрена вы берете столбы, бордюры, всякие штыри, торчащие из земли и резиновые покрышки? Неужели мы дожили до того периода, когда тля настолько сильно достигла в своей ветве эволюции таких высот, что она жрет теперь не только сочные зеленые листья, но еще и бетон, арматуру и резину? Это, если хотите, больше похоже на маразм или какой-то ОКР, нездоровое желание побелить все, что только торчит из земли. Но почему же, при всех очевидных минусах, в наших городах из года в год продолжают белить все подряд? Неужели градостроители, начальники, ДРСУ, ПЖКХ настолько глупые, что не знают того, что знает какой-то блогер из Таганрога? Нет, конечно. Были бы они глупые, они бы на своих должностях не сидели. Глупые как раз-таки те, кто эти должности им позволил занять. И на самом деле у побелки всего и вся есть логичное объяснение, есть практическая польза. Известь это относительно дешевое сырье, но благодаря ей можно без труда создать иллюзию благоустройства, чистоты и порядка. Побелка это самый дешевый вариант показать собственную занятость, показать мнимую заботу об окружающей среде и порядке на улицах. Вместо того, чтобы высаживать газоны, заниматься ремонтом дорог и тротуаров, облагораживать территории, устанавливать освещение, стелить тактильную плитку и заниматься планированием городской среды, куда проще и дешевле выбелить все, что торчит из земли и отчитаться о проделанной работе. Побелка это дешево, быстро и что самое главное, не нужно никакого оборудования, достаточно несколько дворников или пару учебных классов на субботнике, чтобы улица стала белоснежной. Объем работ сразу становится заметен, а значит и отчитаться о проделанной работе будет не так уж и сложно. Поэтому в провинции часто можно увидеть разбитые тротуары, никому не нужные заборы, покушенные абы как сорняки, неработающие уличные фонари, стихийные свалки, чернозем вместо газонов. Но зато посреди всего этого возвышаются белоснежно выбеленные деревья, столбы, покрышки, бордюры, штыри и люки. В некоторых городах маразм доходит до критического уровня и чтобы не белить деревья каждый год, коммунальщики их красят, что наоборот не защищает деревья, а скорее губит их. Так что перестаньте белить деревья, это не нужно ни вам, ни нам, ни самим деревьям. Перестаньте пачкать известью наши улицы и займитесь нормальным благоустройством. Ну а что касается самой побелки, это не больше чем пережиток прошлого. И пускай этот пережиток останется в том самом прошлом. Ну а все, что вы думаете по этому поводу, мне будет приятно почитать в комментариях. Чем развернутее и больше будет ваш комментарий, тем будет приятнее мне его читать. Поэтому обязательно напишите ваше личное мнение. Тыкайте вот сюда, чтобы подписаться на канал Дядя Валя, и вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все, спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные, пока!